Всем привет, друзья! С вами канал AlexPro, игра на АФК-арена. Находимся сейчас на тестовом сервере, дабы провести обзор интереснейшего события Шляпа Волшебника. Шляпа действительно большая, вот, даёт много-много различных призов, и плюс, чем интересно конкретно это событие, этот сезон Шляпы, тем, что есть ещё и дополнительное событие в Бродячий Цирк. Более подробно, конечно же, посмотрим сейчас. Всё-всё-всё в этом видео. Итак, Шляпа Волшебника. Что же это за тема-то такая? Здесь мы можем получать интересные призы. Ну, допустим, Х-10 или Х-1, магический трюк проводим. Открывается один из представленных призов, которые есть сейчас на столе. Затем мы получаем специальные монетки. Ну, давайте вот так вот сейчас сделаем, да? Раз, всё, получили как бы приз. Но для того, чтобы получить специальные монетки, нам необходимо 10 прокруток полных сделать, и получим вот таких вот 10 цирковая медаль. Куда мы потом их можем потратить? Заходим в обменчик. Вот такой вот есть интересный обмен. И стандартные уже наши призы. Сочные красные сундучки, которые, в принципе, всегда нужны. Вариант выбора корма. Тоже интересное предложение, особенно вот для начальной игры, то есть для новых игроков, дабы прокачать основных персонажей кормом. Что ещё интересно здесь? Есть камешки, конечно же, Т-3. Т-3 камешки сейчас стали выпадать относительно часто. Можно их выкупать. Поэтому не так остро нуждаются игроки в этих камнях. Но в целом тоже предмет интересный. Хорошие вот ядра стихий. Тоже относительно выгодно будет их взять. Персонажи, которые здесь представлены из дополнительных фракций. Аталия и Зафраэль. Первые наши божества, да? Хочу сказать так, что Зафраэль, в принципе, герой хороший. Вот, его нужно выкачивать на максимум. У него единственная проблема – это выживаемость. Довольно-таки слабый в плане выдержки удара. То есть, если начинает гасить, то выбивает очень-очень быстро. Но уроны, эффекты контроля, то есть персонаж, конечно, эффективен. Очень крут. Не так крут, как Лукреция. Как на поверку оказалось, да, что многие игроки уже вытопили и Лукрецию, и, в принципе, некоторые Зафраэля. И да, действительно соглашается, что Лукреция более эффективна, конечно, для команды, чем Зафраэль. Но Зафраэль хорош для начальной игры. Допустим, одну копию, если его и взять, то он будет прыгать, всех глушить. На старте очень-очень приятно. Аталию, конечно, мы можем и так купить. Демоны, которые здесь представлены. Мощный танк Мезут. И интересная наша Мегира. Что касается Мегиры, то она себя зарекомендовала как мощный командный персонаж с хорошими эффектами как контроля, так и вот выживаемость. Поэтому я рекомендую все-таки из этих четверых персонажей брать, прокачивать Мегиру. Мезут вроде позиционируется как супер мощный танк. Но почему-то не так часто он используется, знаете, вот другими игроками. То есть все-таки уровень эффективности персонажа чуть-чуть пониже будет, чем вот, допустим, той же Мегиры. Но когда я закончу ее качать, и, пожалуй, наверное, тоже займусь Мезутом. Потому что есть уже копии Мезута, относительно нормально прокачан на основном аккаунте. Скорее всего, буду заниматься именно прокачкой этого злодея. Потом, после Мегиры. Поэтому я рекомендую брать красные сундучки, Мегиру. Ну или же смотрите, кому камешки нужны, тоже можете взять. Остальные персонажи, которые здесь представлены, в принципе, особого внимания не стоят. Но хочу сказать то, что они относительно дешевые, да. То есть, смотрите, по 40 мы можем закупить одного героя основных фракций. Или же дополнительную вот такую вот фею, да, Флору. Вот с той же фишкой, чтобы, допустим, прокачать дополнительную фракцию. Но Флора у меня есть прокачанная, и вот она не так часто в компании используется. Вот, хороша она, в принципе, в таких локациях, типа Бездны, там, да, действительно, интересные. У неё есть эффекты, хорошая выживаемость в Бездне. Но в компании, как бы, так себе. Очень-очень мало вариантов, когда она там прям зайдёт. Вот, особенно, чем выше продвигается, чем выше оверлевел у противника, тем меньше она там заходит прям. Вот такая вот фишка. Остальные персонажи тоже хороши, которые здесь представлены. Но, вот, если брать конкретно основные фракции, то скажу, что здесь Оден мощный, здесь Эйрон, здесь хороший Скрэх, он очень мощный танк, даже на поздней игре используется часто, поэтому можете его качать. Ну и здесь Рован, конечно же. Остальные персонажи, я бы их назвал второстепенными. Ну, где же мы можем получать вот эти вот самые, да, вот, небольшие изящные предметы, карты шляпника. Всё очень просто. Выполняем ежедневочки. Вот, смотрите, есть сундуки ежедневных заданий. Вот. В день мы можем собирать 145 карт исключительно из ежедневных заданий. Событие длится две недели, но выпадение заканчивается через 12 дней. Поэтому за 12 дней мы умножаем, получаем, что у нас там. Так, выходит 1740. Вот за 12 дней только за ежедневные задания мы можем получить. 1740 это очень-очень мало, то есть это где-то 50 у нас получается, да, то есть мы можем сделать 5 полных прокруток и получить 50 этих самых жетончиков на обмен. Поэтому для того, чтобы получить больше, вот, необходимо выполнить ещё дополнительные задания в бродячем цирке. В бродячий цирк. Здесь мы будем выбивать злодеев, вот, получать за участие в битвах сундучки. Вот, смотрите, завершите первые два вызова каждый день, чтобы получать волшебные билеты. Вроде очень круто. Здесь 65 и здесь ещё 65. То есть 130. Итого получается 275. Так, 145, да, и 130. 275 мы будем получать за день. А это уже совсем другие цифры. Давайте-ка умножим это дело, да, на 12. Вот это 3300. То есть можем заработать 110 специальных жетончиков для обмена наших героев. Ну, за 90, понятное дело, мы возьмём какого-нибудь магического злодея, да. Вот, и за 20, допустим, можно ещё взять сундучок. Ну, я лично буду брать так. То есть я возьму мигиру себе на аккаунт на основной. И за 20... В общем, за 13, получается, да, возьму сундучок. Вот, или вариант вот такой вот взять, да. Не, ну я так всё-таки возьму сундучок с эмблемками, потому что камешки у меня, в принципе, есть. Основные герои заточены и проточены. А вот эмблемки, они всегда будут полезны. Вот такая вот у меня схема. Хотя камешек, он по цене, он, в принципе, стоит чуть-чуть побольше. Если переводить в кристаллы, чем... Наши сундучки. Так, давайте посмотрим в бородячем цирке, какая же основная команда. Мне вот здесь что понравилось, то, что вот Оскары, да, 3 появляются, а по факту есть только один, которого нужно бить. Как справились наши лидеры, да, вот. В чём вообще здесь фишка этого события? Давайте сейчас посмотрим сверхмощный бой. Как он насобирал такое уронище? Я не знаю, 27 миллиардов, да, то есть биллионов. 27 миллиардов. Я просто в шоке. Вот такая команда была использована. Так. Ну, понятно, Оскара усилили. И Оскар, получается, начал гасить там все эти всяк из разбора. Все подошли в ближний бой. То есть... Скопились в одном маленьком месте. И ещё хорошо биллинды наступали. У Оскара все три глаза открыты. Постоянно ультует. В общем, злодей Оскар. Я его сам выкачиваю на основном аккаунте. Крутой персонаж. Мне очень нравится. В общем, понятно. То есть, как бы начали насыпать-насыпать. Всех выбили, перебили. И получили хороший урон. Что характерно, так это то, что сами противники, они практически не наносили урона. Да, почему? Потому что, во-первых, оверлевел. У них-то 240-й. А у персонажа... У персонажа и основного игрока 313-й. Как здесь работает? Здесь работает фишка боевого рейтинга этого. То есть, военного рейтинга. 240 уровень. Плюс уровень резонирующего кристалла, делённый на 10. Ну, в моём случае, 240 плюс 360, делённый на 10. То есть, плюс 36 получили наши герои. Это мой аккаунт. Как бы он не такой прокачанный, как вот аккаунт с игрока. Да? То есть, мы здесь, в принципе, даже не вылетим, наверное, с Оскаром. Но хотя бы давайте попробуем использовать именно такую же пачку, как была использована в команде победителя. Так, закопировал. Вот интересный ещё момент. Кто-то собрал, да, таленку на суперрамку. Блин, как у них так получается? Это же как надо было выбивать, да, чтобы таленку собрать на мощную-мощную модную рамку. Так, пробуем использовать это же построение. Что у нас получится? Ну да, у меня как бы эта пачка вообще не прокачана. Эти персонажи. На тестовом аккаунте вот тоже был вопрос, почему у меня прокачаны какие-то там, ну, слабые герои. Ну, всё очень просто. То есть, на тесте я выкачиваю некоторых новых персонажей или каких-то сомнительных персонажей. Что-то посмотреть, насколько они эффективны по факту. Вот. А потом уже, если они мне понравились или не понравились, уже решаем. Скачать их на основном аккаунте или нет. Так, ну, здесь понятно, да, то есть, герои у меня эти не прокачаны. Даже шмот на них. Не нахлобучий никакой. Мне понравилось, что Оскар прям держится, да? Ой, не Оскар, это Одвин. 152 ляма. Вот это нормальный урон. Вот это чистый урон. Это 27 миллиардов. Как они такое набивают-то, мне понятно. Ну, давайте попробуем сейчас ещё пачечку уже. Поинтереснее, так сказать, пачку нашу основную. Попробуйте, конечно, не самый удачный вариант. Здесь, наверное, даже шемка зашла бы получше, чем этот злодей. Ну, попробуем. Такой формат. Возьмём ещё вот этого. Товарища. Или нет, или, или, или. Кто тут ещё есть, надо просто понимать. Ну, возьмём вот этого, понятное дело. Нормальный такой мэн. Ускорители обязательно поставим. Кто-то здесь всё-таки лишний. Ну, ладно, пусть будет. Такой формат. Да, остальные тоже не докачаны, чтобы как-то где-то чё-то выдумывать. Мишка просто чем хорош, у него фишка идёт. С первых волки, раз. А второе, это то, что он ещё и снижает защиту противника, потому что противники получают больше урона. То есть, в целом, я его использовал на боссе. Просматривал, насколько он хорош для фарма-боссов. В принципе, понравилось. Да, не суперэффективность его, но где-то на четвёрочку он тянет. Для фарма Торрен, для фарма Врица. За неимением других там, допустим, героев, можно его использовать. Ну да, здесь чуть-чуть побольше получится урона. Но всё равно это гораздо меньше, чем миллиард, да? Так. Ну, где-то до 400, наверное, дотянут. Кто не дотягивает до 400. Что-то, может, и на этом, наверное, остановим. Ну, с другой стороны, вообще, фишка этого события заключается в первую очередь в том, чтобы накопить просто эти самые карты для шляпы-волшебника. А там уже использовать для обмена на хорошие призы. Так, что получилось у нас здесь? Ну да, как бы эти вообще не взлетели никак просто. Вот такая вот фигня. Да, однако, но в целом... Да, в целом и противники особых уронов не наносили. То есть, если герои прокачаны, никакой проблемы с ними справиться не будет. Давайте соберём карты. Так, максимальный урон. И здесь ещё есть фишка. То есть, 15 тысяч, смотрите, получают кристаллы за топ с единицы по 20. И очень-очень круто, то есть, наша гильдия здесь процветает. Ну, ещё бы, на тестовом сервере, в принципе, нет супермощных игроков. Вот таких, как вот на основных серверах. Поэтому можно занимать топовые места, имея даже слабых героев. Вот слабые относительно прокачки. Поэтому все члены гильдии вот раздерибанят этот приз и получат там по 200-300 кристаллов. Это тоже очень-очень приятно. Так, стак, 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 сколько у нас получилось. Так, есть ещё карты. Ага, они, наверное, не зачлись, да, сразу? Да, сразу не зачлись. Сейчас 245. То есть, завтра уже подкопим ещё карты. Тогда уже их здесь покрутим. Выпадение призов. Получим много-много очеч. Вот, буду пробивать, конечно же, это событие. Буду собирать даже сюда на этот дополнительный аккаунт, пожалуй, Мигиру. Потому что герой очень нужен. И даже с одной копией она уже справляется. А здесь нет ни одной. Поэтому буду собирать её по-любому. Ну что ж, друзья, на этом пока всё. Понравилось видео? Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Будут вопросы? Пишите их в комментариях и в наших соцсетях. Пока-пока, друзья. И до встречи в новых выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok